Новое видео выходит каждый день в 20.00 Сегодняшняя тема, вы знаете, сегодняшняя тема, она будет очень близка к той теме, возможно, она даже будет пересекаться с ней в каких-либо моментах. Так вот, данная тема, которую мы будем обсуждать сегодня, она очень часто будет перекликаться с той темой, в которой я вам говорил о том, что не стоит строить образы кого-либо, и на основе этих образов ожидать что-то от людей. И вот сегодня я хочу рассказать вам о том, почему не нужно ждать что-то от людей. Блять, как же меня бесит, когда от тебя что-то кто-то ждет. Зачем? Для чего? У нас что есть какой-то договор и так далее, и что я должен сделать вот это или вот... Ну вы серьезно, блять, или что? Ну на полном серьезе, блять. Или вот, знаете, мы хотели, чтобы ты был как бабан и дядя Женя, блять, а ты рекламируешь Аризон, или в целом, то есть ты что-то рекламируешь, как ты можешь, блять, ты же за Андер, ну как? Как ты можешь что-либо рекламировать, если ты весь такой честный и правильный, а я вас наебываю или что? Я просто не понимаю, как работает ваша логика на полном серьезе. То есть, если есть какая-либо реклама, то все, я вас наебываю. Серьезно, блять? Серьезно. Я бы вас наебывал, если бы я сделал, как Данил Геррер. Сначала говорил про один сервер, что он такой плохой, ой, господи, да как на нем можно играть, на нем все такое спизжено и так далее. А потом я говорю, хм, а Аризона рулиплей-то так неплохо поменялось, ну, за последние три года-то. Вот раньше Валик не занимался проектом, а вот сейчас, то есть, ну, занимается проект, ну, красава. Валик, уважение. Я прям, ну, мне вот нравятся вот эти вот квесты. В самом деле, вот эти вот все новогодние квесты, они сделаны так классно, что я играю даже не один, то есть, я создал аккаунт даже своей маме и сестре, я не дал им свой, я создал им собственный аккаунт, чтобы они играли. Так вот, если бы я так сделал, если бы я сначала говорил, что Эволвер, рулиплей и все создатели данного сервера, они абсолютные уебки, хуесосы и так далее, а потом бы я пошел на него играть и рекламировать его, то да, да, я бы вас наебал, я бы вас по-жесткому наебал, абсолютно точно. Однако, я почему-то такого не делаю, и я остаюсь уверен своим словам. Почему же так происходит, когда любой другой бы уже давно забил? Мне кажется, Эволверу, рулиплей, ему абсолютно похуй на то, что про него говорят и когда про него говорят. Если ты можешь приводить аудиторию, то нам похуй, что ты говоришь про наш сервер. Приходи, играй тогда, ты можешь хоть разъебывать его читами на своих видосах и так далее, нам вообще поебать. И то есть, ну, я абсолютно не понимаю, когда от тебя что-то ждут. Вот ты сделал вот этот вот пост в сообществе Ютуба, а значит, скоро будет сампообзор. Кто вам, блядь, такое сказал? Каким образом я вообще могу сделать сампообзор? Один сампообзор, он может делаться, я не знаю, год там, еще сколько-то, вот пока я вынашу вот эту вот идею сампообзора, пока я пишу сценарий, у меня с этим плохо. Пока я там его озвучиваю, пока скидываю там на озвучку другим людям. Это все проходит время. И это очень сложно это сделать, когда ты делаешь ролики каждый день, стараешься их делать, и когда тебе еще там в пятницу, субботу и воскресенье нужно делать еще ролики на основной канал. Это сложно, это дико невозможно, мне не хватает времени. Однако я вам сейчас не жалуюсь, блядь, посмотрите, какой я жалостный, как же мне не хватает времени и так далее. Я сам выбрал такой путь, в котором я буду выпускать ролики каждый день в 20.00, либо пока я не умру, либо пока я не сделаю тысячу видосов. Наверное, сделаю я тысячу видосов все-таки раньше, чем умру, хотя поживем-увидим последний видос, а вот тысячный видос на этом канале, по моим расчетам, должен выйти в 2021 году, 24 сентября, плюс-минус, что-то около того. И вот по итогу я посмотрю на тот профит, на то, что принес этот канал за вот эту вот тысячу роликов, и посмотрю, что с ним делать дальше. Потому что я буду не знать, и опять же, что-то ожидать от меня по поводу того, «Блин, а вот ты говорил, что будешь выпускать ролики каждый день в 20.00, а там в какой-то день ты не выпустил». «Блин, вот это ты, конечно, даёшь, да, пипец». «Блядь, я стараюсь выпускать ролики каждый день в 20.00, но я не могу их выпускать в некоторые дни». Вот в какие-то определённые дни, когда я вот либо не успел озвучить, либо не успел смонтировать, либо я чуть-чуть опоздал, и я не понимаю. Поначалу я даже рофлил, я извинялся за это, но сейчас, когда я хоть на чуть-чуть опаздываю всё-таки, типа, «Блин, не, не, ну как так можно вообще?» Вот человек пообещал, а вот он такой, «Я без рофлов сейчас говорю, возможно, я просто не ту интонацию взял». Но в самом деле, в самом деле это же просто невозможно. Как вы себе это представляете? Я не понимаю, как вы себе представляете, чтобы я на что-то накопил, на какой-то микрофон там, на какой-то компьютер и так далее, на какие-то наушники, вот это всё у меня сейчас есть, но я не об этом. Как бы я на это накопил, если бы не продавал рекламу? Серьёзно. И вот меня Данил Геррера в основном постоянно осуждал за рекламу, мол, «Блин, ты вот сделал обзор на Confidence, как же тут много рекламы, блин». И тогда, это сейчас я одумался, я подумал, что да, превращать канал в рекламную помойку, это не особо хорошо, это не особо правильно, это вообще очень хуёво. Ведь я больше топлю за какие-то социалистические ценности, нежели за капиталистические. Потому что вот эти вот капиталистические ценности, когда ты купил какую-то вещь, это абсолютно не приносит никакого удовольствия. Да, возможно, поначалу, да, ты весь такой гордый, ты купил себе что-то из вещей, которые ты всегда вот хотел себе. А какой от этого профита дальше, я не понимаю. И вот так ты всю жизнь, ты фармишь на какую-то вещь, покупаешь её, она через несколько дней становится обыденностью. И какой в этом смысл, я просто не понимаю. Именно поэтому сейчас я как-то топлю более за социалистические ценности. Именно поэтому я выпустил сюда уже больше ста роликов, без какой-либо рекламы, без какой-либо монетизации, с надеждой на то, что потом, в будущем, возможно, я смогу зарабатывать чисто на ютубе. Это моя такая мечта, вот просто зарабатывать на ютубе, там, знаете, хотя бы тысяч 20 рублей, это было бы вообще неплохо. Но ваши ебаные ожидания всё руинят. Я просто, я не понимаю. И мне похуй, да, можете отписываться, если я не оправдываю каких-то ваших ожиданий, что контент, блядь, в самм ютубе будет без какой-либо рекламы, блядь. Охуенно. Охуенно. Возможно, я ещё так задумываюсь, возможно, в будущем я буду вставлять две рекламы в один ролик, когда мне очень сильно понадобятся деньги на что-либо. Вы знаете, у нас в России по достижению 18-летия деньги могут понадобиться буквально на всё, что угодно в, ну, знать, 1150 примерно надо. Вот если кто-то не понимает, зачем нужно 150 тысяч, вот так вот берёшь 150 тысяч, идёшь на рынок и покупаешь слив. Ну, в самом деле, слив. То есть, не какой-то там лонгслив, вот это пол-худи, нет. То есть, чисто покупаешь слив, ну, типа, вот это вот фрукты, я не знаю, ягоды, чё это такое, блядь. Вот, и чисто вот идёшь есть. Ну, я думаю, вы меня поняли. То есть, вот это вот аналогия, хотя какая-то аналогия, это чистая правда. Но ваши ебаные ожидания, по типу того, что, блин, ну, как так можно, как может человек, говорящий всегда правду, рекламировать Аризону, ведь там так много проблем. Я, возможно, когда-то говорил, что на Аризоне нету проблем, или что. Если я в самом деле так говорил, то скиньте мне этот видос, я извинюсь, пожалуйста. То есть, на Аризоне действительно очень много проблем, но по сравнению с другими проектами, они просто нивелируются, блядь, и настолько ничтожно, что на них даже внимание, блядь, игрок вот обычный не обратит, а какой-нибудь матерый, который там уже давно играет, возможно, да, возможно, он обратит внимание, но через несколько часов, сотен часов геймплея, только после этого. И я не знаю вообще, как так можно. Вот, вот эти вот ебаные ожидания, когда ты просто, вот, смотря из каких-то своих рассуждений, ждешь что-то от других людей, это ужасное качество, блядь, избавляйтесь от него. А еще хуже, когда ты на основе каких-то, а, предложений автора, или там мнение автора, создал ему образ, и от этого образа, ты чего-либо ожидаешь. Я ебал все ваши образы, я ебал все ваши ожидания, я делаю то, что мне нравится, и мне похуй. Даже если у меня будет смотреть 10, 15, 20 человек, я буду счастлив. Лучше, блядь, сдохнуть никем, чем стать там, Делорензи Брулевым, или еще каким-нибудь хуесосом бездарным. Это, это абсолютно ничтожно. То есть, это, это настолько тебя разъедает изнутри, когда ты понимаешь, что это абсолютная бездарность, которая ничего не умеет, которая просто делает какую-то хуйню для детей. Как вообще живет с этим чуваком? Я не понимаю, как Делорензи вообще, блядь, живет, зная, что вот он делает какую-то хуйню для детей, изредка дропая клипы с каким-то смыслом, где он такой, типа, блин, с популистической позиции, такой, типа, блин, как же я устал от вот этих вот всех реклам, блядь, ну серьезно, блядь, ну серьезно. А вот выпустил ли Делорензи трек, в котором бы сказал, блин, вот как же мало рекламы на ютубе, 1x запрещенная компания, Леон персонаж из доты, и там еще что-нибудь, блин, как же мало вот этих вот реклам, хочу, чтобы их было еще больше. Мог ли Делорензи такое выпустить? Нет, блядь, нет, абсолютно не мог, потому что Делорензи, блядь, популист во всей своей красе, я, я не знаю вообще, как живется сейчас Делорензи, наверное, неплохо, наверное, типа, он такой, ну я богат, мне похуй вообще, да я богат, мне похуй, то есть, как барону мне похер, только барон живет в нищете, Делорензи он богат, и ему похуй, да, то есть, ну бывает, ну что тут поделать, ну, я даже не знаю, ну, я просто, перестаньте строить какие-то образы, и чего-то ждать от других людей, это абсолютно бессмысленно, блядь, ебал в рот все ваши образы, ебал в рот все ваши ожидания, анти-хайпу, блядь, ладно, в общем, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok